Привет! Сегодня я расскажу тебе о том, как я ухаживаю за своим телом. О том, как я ухаживаю за своим лицом, ты уже знаешь, и даже о том, как я ухаживаю за своими волосами. А сегодня мне бы хотелось поподробнее остановиться именно на том, как я ухаживаю за своим телом, какими средствами я мою его, какими средствами я увлажняю собственное тело, и какие у меня есть соцсредства, какими средствами я за ним ухаживаю, когда у меня возникают различные высыпания. Если я чуть больше нервничаю, чем обычно в зоне декольте, на спине могут быть немножко, так как в этих зонах у меня также комбинированная кожа, склонная к жирности, как и на лице. Начнем с того, как я мою свое тело. В последнее время я предпочитаю именно мыло для очищения кожи моего тела, потому что я искренне считаю, что только мыло может очистить кожу моего тела подобающим образом. Я принимаю душ раз в день, наношу мыло на кожу, оставляю его на несколько минут и смываю теплой водой. Итак, мои любимчики для очищения кожи тела. На данный момент у меня три любимых мыла. Первое мыло, о котором я уже рассказывала в отдельном видео про мои находки, это мыло от марки Maracana Oil с органовым маслом. Питательное мыло, которое очень бережно очищает мою кожу и очень нежно за ней ухаживает. И, в принципе, после использования данного мыла вы можете отказаться от нанесения увлажняющего лосьона для вашего тела. Второе мое мыло-любимчик, которое я уже давно и давно использую. Это мыло от марки Clinique. Оно вот в такой вот баночке. Это мыло Clinique и серия Anti-Blemish Solution. Я его достаточно активно использую. Вот, собственно, покупаю его уже не в первый, не во второй, даже не в третий раз. То есть этот брусочек у меня лежит, и когда я понимаю, что моя кожа излишне жирная и чуть больше жирнется, чем обычно, я прибегаю, как правило, именно к этому мылу для того, чтобы мою кожу немножечко подсушить и убрать излишнюю выработку себума. На данный момент, уже в течение полутора лет, мое базовое мыло по уходу за кожей тела и даже за кожей лица, это вот такое вот мыло. Это мыло Sapone Vegetal от марки Herbario Toscana. Про марку Herbario Toscana я вам уже рассказывала. Я вам рассказывала про замечательный крем для рук от марки Herbario Toscana, который я очень нежно и нежно люблю. А вот это вот замечательное мыло, про которое я тоже вам уже давно-давно обещала рассказать. Это мыло. Мыло с оливковым комплексом. Мыло продается вот в такой вот коробочке бумажной. Это мыло там, где я живу, стоит около 7 евро. И внутри коробочки вот такой вот, собственно, сам брусок. Зеленое мыло. В данном случае это новое. Я пользуюсь сейчас другим. Оно зеленого цвета с вот такими вот кусочками оливковых листьев. Очень приятно. Пахнет оливками. Отлично пенится. И очень-очень нежно очищает мою кожу, увлажняет ее. И, как я уже сказала, данное мыло я также использую и для очищения собственного лица. Если говорить про мыло, то с помощью бруска я наношу мыло непосредственно на кожу моего тела. Также раз в 3-4 дня я наношу мыло на жесткую мочалку. У меня есть специальная жесткая мочалка, длинная, японская, которая очень хорошо отшелушивает омертвевшие клеточки. И, как я уже сказала, раз в 3-4 дня я наношу данное мыло на мою жесткую мочалку. И массажными движениями прохожу по коже моих рук, по коже моих ног, обрабатываю грудь, живот, спину. Я все тело раз в 3-4 дня прохожу более жесткой мочалкой для того, чтобы избавиться от всех ороговевших клеточек, удалить все старые чешуйки и старые клеточки, для того, чтобы помочь коже обновляться и выглядеть и быть молодой, красивой и подтянутой. Также для очищения кожи моего тела у меня есть еще несколько любимых продуктов. Один из них это вот такая вот туба. Туба большая, в объеме 300 мл, от марки Урьяш. Это специальный гель для очищения Хисиак, для скомбинированной и жирной кожи. Так как эта туба большая, я не очень люблю этот гель для лица, потому что мне кажется, что он чуть больше пересушивает мою кожу, чем мне бы хотелось. Зато я с удовольствием его использую для тела. Опять же, когда я понимаю, что моя кожа немножечко капризничает, на ней появились различные высыпания, и мне надо чуть более тщательно проконтролировать выработку севума на моей коже. Еще один гель противоположного действия. Это такое вот средство от испанской марки Ри Ластил, которое я тоже очень и очень нежно люблю. В данном случае у нас объем туба 200 мл. Это клинсер для гиперчувствительной кожи, который очень деликатно очищает вашу кожу, при этом защищая ее и восстанавливая. И в состав этого крема входит гиалуроновая кислота. То есть это тот крем, который вы можете наносить как на ватный тампончик, и потом протирать им кожу вашего лица и вашей зоны декольте. Я же периодически, когда я понимаю, что я свою кожу пересушила, и моя кожа на данный момент находится в своем гиперчувствительном состоянии, и ей нужно дополнительное увлажнение, защита, и ее надо очистить, но очистить надо очень-очень мягко и аккуратно, я прибегаю к использованию этого крема. Его, как правило, я наношу не на все тело, я наношу его на зону декольте, и на зону плеч, и на зону верхней части спины. Опять же, если у меня там появились высыпания, и я немножко перестаралась и пересушила в этой зоне свою кожу, то потом я несколько дней стараюсь очищать мою кожу именно с помощью вот этого вот клинсера А3 Ластил, которым я очень-очень довольна. Еще для очищения моей кожи у меня есть соцсредств, о котором я вам уже раньше рассказывала, и кто смотрел внимательно все мои видео, тот знает о моей уже очень-очень давней любви к вот этому вот средству от марки Murad. Тубит объемом 200 мл. Это средство называется АХ и БХА Exfoliating Cleanser. В принципе, это клинсер как для лица, так и для тела. Я, так как данная туба достаточно большая, очень люблю использовать этот клинсер для тела, для очищения, опять же, моей зоны декольте, и верхней части спины, района шеи. Если у меня там появились различные высыпания, я раз в 5-6 дней наношу данный клинсер. Он в виде такой вот достаточно густой эмульсии. У него есть дозатор с абразивными маленькими-маленькими частицами и также с АХ и БХА кислотами. Я наношу легкими массажными движениями. Достаточно обильно наношу этот состав на зону моего декольте и на зону моей шеи, оставляю на 5-7 минут и потом смываю. Этого мне вполне хватает для того, чтобы справиться с различными высыпаниями, которые у меня появляются, для того, чтобы нежно, мягко отшелушить и убрать все лишние роговевшие клеточки, которые у меня за это время образовались. Очень рекомендую. Также я периодически, как я уже говорила, использую этот волшебный АХ и БХА клинсер для лица. Если я спешу и у меня нет времени нанести маску и более длительное время выдержать маску на лице, если у меня нет 10-15 минут, тогда если мне нужен экспресс очищение, я могу на 2-3 минутки нанести данный клинсер на свое лицо и также получить очень-очень хороший результат. Также для более глубокого очищения моего тела, для скрабирования моего тела, мне очень нравятся на данный момент скрабы от марки Adria Spa, чтобы было видно. Они вот в таких вот баночках. Стоит такая баночка тоже около 7 евро. Банка в объеме 150 миллилитров. В данном случае это скраб с апельсином и лимонграссом. Баночка откручивается. Классическая баночка, которая откручивается. Она закрыта крючечкой. И здесь вот состав. В марке Adria Spa есть замечательные скрабы для тела, как на основе соли, так и на основе сахара. Я, честно говоря, люблю и те, и те. На основе соли я люблю чуть больше, потому что они, опять же, имеют антибактериальный эффект. И если у вас на коже есть какие-либо высыпания, то скраб на основе соли помогает очень хорошо подсушить эти высыпания и уменьшить их количество. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Впереди еще много и много-много интересного.